Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы сделать небольшой краткий обзор своего личного опыта преподавания ландшафтного проектирования, и я думаю, что итоговое резюме, которое я сделаю в конце, вы поддержите. Потому что, конечно, в образовательной системе и ландшафтных архитекторов, и ландшафтных дизайнеров есть огромные-огромные пробелы. Ну, вообще говоря о отечественной школе проектирования, которую сейчас называют громким словом ландшафтная архитектура, хотя я не имею этого статуса и все по-прежнему считаюсь инженером садово-паркового строительства, она началась давно, в послевоенное время, в 1948 году в Лесотехническом институте и в Ленинградской Лесотехнической Академии. По сути, вот этот год следует считать днем рождения отечественной школы проектирования. Я же поступил в Московский Лесотехнический институт в 1990 году, уже закончил Московский государственный университет леса в 1995 году. Ну, а возможность делиться практическим опытом со студентами у меня была с 2017 по 2022 год уже в Мытищинском филиале МГТУ имени Баумана. А кафедра у нас была все та же самая, кафедра садово-паркового строительства и ландшафтной архитектуры. Поэтому, в общем-то, учитывая богатую более 70 лет историю, становления, развития, расцвета, временного застоя, возрождения, ну, я считаю важным ответить богатство опыта, знаний, направлений, которые мне посчастливилось получить у своих учителей, преподавателей. И я, наверное, хотел бы как раз вот именно со своим личным опытом сравнивать преподавание дисциплин, связанных с волшебным проектированием. Кстати говоря, Оксана Васильевна была преподавателем физиологии растений, которая шла у нас два семестра. И вообще программа обучения у нас длилась достаточно долго. У нас был специалитет, пятилетнее обучение. Базировалось, конечно же, на лесоинженерном подходе, в котором огромное значение придавалось междисциплинарному подходу. Большое внимание уделялось академическим наукам и прикладным наукам. И на все на это уходило, да, достаточно большое количество времени. Так, например, вот ботаника у нас была два семестра, лесоводство, лесоведение два семестра, физиология растений два семестра, декоративная дендрология два семестра, древоводство, питомники два семестра, цветоводство два семестра и так далее, и так далее. Ландшафтная таксация. Эти все дисциплины сопровождались обычно летними практиками, которые проходили весь летний сезон. То есть никаких летних каникул я, вот в общем-то, и не помню. Все время мы были заняты, все время закрепляли практическими действиями знания, которые получали на кафедре. Ну, конечно, тут вот надо еще дополнить, что кроме вот этих дисциплин было еще огромное количество дисциплин, связанных с общим инженерным подходом. Были дисциплины, связанные с экономикой, с законодательством, с проектированием. Были художественные практики, такие как архитектурная графика, живопись и так далее, и тому подобное. Ну, могу сказать, что тот объем знаний, который я получил на нашей кафедре, он все равно после выпуска не сделал меня сразу же в полной мере инженером садово-паркового строительства. Честно вам признаюсь, что ощущение, что я профессионал и что я могу называться высокопрофессиональным специалистом в отрасли, оно пришло гораздо позже, наверное, ближе к 40 годам. То есть прошло порядка, мне кажется, 15 лет. За это время, конечно, я все время работал. То есть не было такого момента, когда я не работал. И вот уже в 2015 году заведующая кафедры Вера Алексеевна Фролова пригласила меня преподавать ландшафтное проектирование. Это было связано с тем, что, собственно говоря, МКТУ Баумана дало распоряжение приглашать к преподаванию практикующих специалистов. Ну вот так удачно сложилось. Мне это было интересно. И вообще могу сказать, что преподавание – это некое такое мое внутреннее кредо. Я вообще считаю, что знаниями надо делиться. И тут, в общем, достаточно благодарная аудитория. Ландшафтное проектирование, тот курс, который я вел, оно преподавалось мной на основе программы, которую разработала преподаватель кафедры Ирина Александровна Кабаева. Программа была разработана в 70-е и 80-е годы. И, конечно, в каких-то аспектах она, может быть, даже считалась немножечко… Я не могу сказать, что это была устаревшая программа. Это, скорее всего, немножечко старомодная программа, потому что надо было принести некую свежую струю. И вот, беря за основу эту программу, я все-таки наделял ее современными примерами, как зарубежными, так и отечественными. И мне кажется, что это сработало очень хорошо, тем более, что саму курсовую работу, которую тоже мы выполняли в течение двух семестров, студенты выполняли на реальных геоподосновах дворовых территорий бульвара. Это были Мытищинские дворы, Мытищинский бульвар. Мы выезжали на эту территорию, изучали текущую ситуацию и, собственно говоря, на основе этого выполняли работу. Но, конечно, как у любой программы, всегда есть цели. И целью данного курса было овладение методиками проведения предварительных исследований, формирования архитектурно-планировочного задания и выдача проектных решений по благоустройству озеленений с учетом законодательных требований и норм. При этом, поскольку я сам работаю больше всего именно в части фитопроектирования, я воспользовался такой возможностью и достаточно много времени уделял именно фитопроектированию. То есть мы прям конкретно работали над тем, каков ассортимент растений может применяться в тех или иных случаях, в тех или иных объектах. Должен отметить, что студенты на нашей кафедре по-прежнему очень глубоко изучают соответствующие дисциплины. Александр Юрьевич Сапелин, один из преподавателей нашей кафедры, Ирина Юрьевна Бачкова все так же преподают дисциплины, связанные с ассортиментом растений. Но, тем не менее, на своем курсе я понял, что у студентов есть нехватка практических знаний. И она сказывается на том, какие решения они принимают в итоге. Но это самый простой пример, когда студенты хотят применить весь тот широкий ассортимент растений, который ими был изучен. Как я уже сказал, они знают его, в общем-то, очень даже неплохо. Но, учитывая, например, развитие нашего питомниководства и его нынешнее состояние, приходилось немножечко осаждать и говорить, что нет, ребят, вот этот ассортимент невозможен. Вы из нигде не сможете это найти. Вы не сможете найти необходимое количество. Этот вид давным-давно не применяется. И на таких категориях объектов. Это можно применить вот там-то, там-то. Поэтому вот есть такой вот, как мне кажется, недостаток, именно связанный с практическим применением этих знаний. Также хочу сказать, что вот это нынешнее разделение образования по баллонской системе привело, как мне кажется, не только к сокращению сроков обучения. Раньше у нас была программа пятилетняя, мы получали статус инженера. Сейчас три года бакалавр и два года, четыре года бакалавр и два года магистр. Это привело к сокращению сроков обучения и еще к некоему разрыву в непрерывности обучения. В том числе в междисциплинарном характере образования. Иногда получается, что некоторые дисциплины выходят немножечко раньше в преподавании, чем они нужны или, может быть, они немножечко непоследовательны. Но это мое сугубо личное мнение. Самое-то обидное, что, как мне кажется, бакалавры все равно не могут соответствовать тем требованиям, которые есть у современного работодателя. Потому что современный работодатель хочет получить готового специалиста. Да, работодатели приглашают на производственные практики. Да, они, в общем-то, должны их проходить, они их проходят. Но мне кажется, что все-таки для того, чтобы случилось настоящее становление специалиста, должен возникнуть институт наставничества. И мы должны все-таки, кроме практик, организовывать стажировки. То есть практики все-таки должны быть более расширенные в разных направлениях. Потому что, как правило, студентов всегда заставляют, вот выбирай, по какому направлению ты будешь учиться. И у них есть, оказывается, обязательные дисциплины и необязательные. В мое время такого не было. Мы все проходили все дисциплины по направлению и проектирования, и строительства, и эксплуатации насаждений. Сейчас же, пожалуйста, человек может, студент может выбрать все, что он хочет. Я считаю, что это не совсем верно. И считаю, что как раз-таки в выборе могут помочь именно вот эти стажировки. Ну, собственно говоря, вот так проходит обучение в государственном учреждении образовательном по дисциплине ландшафтное проектирование. И на противоположном крае образовательных услуг у нас находятся всевозможные курсы по ландшафтному дизайну для получения дополнительного образования или для переквалификации. Ну, давайте я честно признаюсь, я преподаю на таких курсах, потому что это приносит определенный доход. То преподавание, которое у меня было в моем университете, в МГТУ Баумана, оно никакого дохода не приносило. Дай бог, я мог себе оплачивать бензин на автомобиль, на котором ехал для того, чтобы студентам преподавать курсы. Но, тем не менее, я считаю, что наличие таких образовательных услуг имеет место быть, оно хорошо, оно имеет в том числе и просветительскую функцию. И, конечно же, мы, в общем-то, должны все равно к этим курсам предъявлять определенные требования. Вообще, конечно, пандемия 2020-2022 годов сформировала и усилила дистанционную форму обучения с видеолекциями и зум-конференциями. И вот, имея личный опыт сотрудничества с одной из таких школ, онлайн-школы, считаю важным отметить, что формированием продукта занимаются маркетологи и методисты, которые не имеют никакого отношения к зеленой отрасли. И сами они отмечали, что даже вот при записях видеолекций многое почерпнули для себя. Они говорили о том, что типа, о, надо же, мы этого не знали, а теперь вот у нас широкий кругозор. Но в качестве профессиональных знаний, в момент записи, естественно, они ничего для себя не могли отметить. Поэтому вот личное мое мнение в отношении этого вектора развития преподавания очень скептическое. Считаю, что дистанционная форма, она сойдет на нет или будет интегрирована исключительно как вот просветительские какие-то курсы. В нем отсутствует лично-эмоциональное общение, все сводится к тестированию и не может, собственно говоря, обучить проектированию в целом. Вообще проектирование – это то, что делается именно через наставничество. Еще раз говорю, и вот это отсутствие, оно исключает это самое наставничество. Без него невозможно обучить проектированию. Но, тем не менее, кроме вот таких онлайн-курсов, есть еще и очные формы обучения. Они, например, представлены в Британской высшей школе дизайна, в которой я тоже преподаю небольшой курс, универсальный университет. Но в этой школе делают упор на архитектурное проектирование, где обучают навыкам подачи проектов, графика, черчения. Но на фитопроектирование вот в данном курсе выделено всего лишь навсего 40 академических часов. Ну, конечно, это просто не просто фантастически мало, это вообще ни о чем. Ну, вот могу сказать, что в этой программе проектирование цветников – это всего лишь два занятия. Я, конечно, как преподаватель этого курса вынужден идти по верхам, не углубляясь в подробности, но указывая некие направления и разделы информации, которую должны слушатели освоить самостоятельно. Учитывая, что, как правило, это не юные студенты, а все-таки взрослые люди с каким-то жизненным опытом, меняющие профессию, понимаю, что освоение подобной информации займет гораздо большее время, и поэтому отсутствие практики, конечно, тоже приводит к тому, что многие знания они осваивают в гораздо большем периоде времени. Ну, практика вообще как таковая отсутствует, потому что в основном практические задания я даю на дом, задаю на дом, и потом их тоже достаточно бегло проверяю. Поэтому вот, учитывая все вышесказанное, хочу резюмировать следующим образом, можно уже последний слайд показать, что все-таки классическая форма преподавания, ландшафтного проектирования и фитопроектирования следует бережно сохранять, усиливать практическими знаниями, стажировками, включая прямую работу с растениями. Я считаю, что важным является поддержка института наставничества, учительства. С прискорбием говорю об этом, потому что те учителя, которые обучали меня, уходят из жизни. Это очень грустно, и надеюсь, что вот то, что мы получили от них, я смогу передать следующему поколению. Ну, а вот все иные формы образовательных услуг следует обогащать практическими знаниями, расширять часы обучения и в итоге приводить к классической форме обучения. В противном случае мы такие услуги не можем считать образовательными, можем считать исключительно просветительскими. Большое спасибо.